Приветствую всех на нашем канале, нагулявшись по уютным склонам Королевского сада, мы решили проехать немного дальше на смотровую площадку, чтобы еще раз посмотреть на всю эту красоту с высоты птичьего полета. Высота этой площадки, которую угол обозначает как обзорную площадку номер 12, составляет 874 метра над уровнем моря. С площадки открывается вид на долину и где-то там вдалеке, впереди на востоке, должен быть ловоз, а севернее Мьянма. Здесь мы уже видим часть поселения, куда переселили местных жителей с ущелья, где сейчас обустроен Королевский сад. Здесь большая удобная парковка, еще один небольшой рынок с местными сувенирами и, конечно, как везде в Таиланде, несколько кафе, в которых можно перекусить. Дальше мы отправились в долину реки Меконг, самой большой реки на Индокитайском полуострове, в местах, где Таиланд граничит с Мьянами и Лаосом. Следующая остановка была сделана в знаменитом музее опиума. Это не просто музей с комнатками, в котором хранятся пыльные экспонаты. Музей располагается на территории информационного центра, который занимает площадь 5600 квадратных метров. Мультимедийные экспонаты рассказывают о 5000-летней истории опиума, мировом пути опиума, а также о том, что и как делал Таиланд, чтобы избавиться от этого зла. Вся информация дается на тайском и английском языках. Конечно, музей предназначен для всех возрастов и национальностей, но все же его целевой аудиторией являются подростки и молодые люди, более восприимчивые к соблазнам. Именно для них создавался музей, который входит в образовательную часть проекта ДОИТУ, о котором я говорил в прошлом видео о Королевском саде. Нас музей впечатлил размахом и качеством экспозиции. Конечно, если забраться в эти места, то музей следует посетить. И еще нужно сказать, что этот музей называется Холл оф опиум, потому что есть еще небольшой музей, который называется Хаос оф опиум, и в интернете есть некоторая путаница. Хаос оф опиум находится в деревне Соп-Руак, которая считается центром золотого треугольника. Вообще есть мнение, что золотой треугольник является самой знаменитой туристической ловушкой Таиланда, и честно говоря, мы тоже чуть в нее не попали, первоначально планируя провести два дня в Чанг-Сене, в ближайшем городке к парку золотого треугольника. Вот главная достопримечательность парка – это лодка с огромным золотым Буддой в окружении стандартного набора буддийского божества. Везде стоят ящички для пожертвований, во всем чувствуется запустение. И вообще, всего очень много, и создается впечатление, что все понаставлено как придется. Красота и порядок – это точно не про это место. Планируя самостоятельную поездку или экскурсию в золотой треугольник, и приезжая только вместо слияния рек Меконг и Руак в деревню Соп-Руак, где и находится парк золотого треугольника, люди испытывают разочарование, потому что, с одной стороны, это место, известное и популярно среди туристов, а с другой стороны, на осмотр всех достопримечательностей вполне хватает часа, чтобы посмотреть парк, подняться на смотровую площадку при храме напротив. И даже если проехать дальше в музей Обиума, время, затраченное на путь сюда, на наш взгляд, не оправдывает ожиданий. Создалось впечатление, что парк золотого треугольника рассчитан все же больше на иностранных туристов. Везде в горах нам встречались тайские самостоятельные туристы и туристические группы, а здесь почти никого не было. Да и некоторое запустение всего парка тоже говорит об этом. На самом деле золотой треугольник – это, конечно, более широкое понятие. Это огромная географическая зона в 950 тысяч квадратных километров. Она включила в себя не только место соединения границ Таиланда, Мьянма и Лаоса, а по некоторым источникам и северо-восточного Вьетнама, и южного Китая, но и горные районы вокруг. И вот если проехаться по самому золотому треугольнику, посмотреть чайные кофейные плантации, посетить деревни и обзорные площадки, сады, то это уже совсем другое путешествие. С нижней палубы открывается вид на место слияния двух рек. Справа вы видите полноводный широкий Меконг, и слева в Меконг вливается Руак. Противоположный берег – это уже Лаос, а на севере располагается Мьянма. И вот знаменитая отметка золотого треугольника. На фото она всегда больших размеров, на самом деле все выглядит довольно просто и скромно. Карта на путевом столбе и обозначение границ. В долине Лаосской стороне вы видите Тонг-Хунг – особую экономическую зону золотого треугольника в Лаосе, которая принадлежит китайской компании Kings Romance Group. Казино, рестораны, игорные дома, отели, жилые комплексы. Созданием зоны была связана надежда на поднятие экономического развития, но город приобрел дурную репутацию, связанную с казино, торговлей наркотиками и людьми. Дальше мы поднялись на холм. Перед вами смотровая площадка храма, расположенного напротив парка на вершине холма. Со смотровой открывается наилучший вид на самый центр золотого треугольника, слияние трех границ и рек. Это была последняя достопримечательность долгого дня. Еще утром мы были высоко в горах Мея Салонги, и дальше мы отправились в отель в Чанг-Сене. Продолжение следует...